Итак, самое доброе утро. Доброе, не доброе. Утро, не утро. Непонятно вообще что. Ну, все равно доброе. И все равно почти что утро. Хотя на самом деле еще действительно утро. Еще только... Всего лишь начало 12-го. Так, дверь открыли, закрыли, потому что это залезло. Где она? Где она? Все нормально. Все, перепутала. Как всегда. Итак, поехали. Поехали. Это моя новая камера. Навье, мое навье. Дождь, дождь. Вообще два дня дождь. Вчера целый день провалялась в кровати. Я когда-то раз... Поваляться. Потому что я не умею лежать. Если я даже лягу читать книгу иногда, так хочется лечь, почитать книжку, а внутри у меня такой вот... Ну что ты лежишь, ну что ты лежишь, вставай, делай что-то, вставай. Вот у меня внутри кто-то живет еще помимо меня, какой-то вот, не знаю, хороший, нехороший, он меня постоянно, он меня постоянно... Иди занимайся, иди занимайся, иди плавай, иди... Так иногда хочется расслабиться, так иногда хочется сказать, да, уже отцепись от меня. Да, не уже. Но если бы... Ну, спасибо, конечно, ему громадное, потому что если бы он меня вот так не туркал, не это, я бы где-то больше полежала бы, где-то больше бы съела бы, где-то больше бы килограмм набрала. Ну, то есть, внутри меня живет какой-то неугомончик. Вот он неугомончик, и все, и он сам неугомончик. И мне не дает это спокойно жить. Неугомонный такой. Толкает меня, толкает. Давай, давай, делай, делай, вставай, вставай. Вот как будто вот внутри, когда чем-то начинаешь заниматься, как бы даже решаешь какую-то задачу, и все равно внутри кто-то поселяется, как будто... И кто-то начинает тебе... Я могу сказать примерно с чем. Когда человек бросает курить, я сама бросала курить, я знаю, что это такое. Вот бросаешь курить, думаешь, все, все, я бы себе, говорит, живу, все. День проходит, утром просыпаешься, а внутри у тебя кто-то начинает, как будто второй я. Начинает тебя говорить, да, сколько ты в жизни, да, Господи, да, подумаешь покурить, да, война скоро, может, начнется, все равно там это, какая разница, кто не курит и не пьет, тот здоровенький. Вот нечто вот такое вот изнутри какой-то... Это не голос, я абсолютно нормальный человек. Это какой-то мой внутренний голос, и у каждого он тоже есть. Вот это... Иногда я называю его подлюкой, потому что он просто сбивает напрочь все. Если я сажусь на диету, он начинает мне нашептывать, да, что тебе худеть, да, хороша, да, перестань, не занимайся, да, покушай. И вот думаю, да, если что, хороша, покушала, и думаешь, ай, подлюка, я такая, и ты, подлец такой, ой, зачем ты мне такого наговорил, и начинаешь жалеть о том, что ты все-таки взяла, она начиналась. Ну, частенько, конечно, я к нему прислушиваюсь, частенько я его посылаю очень далеко, на три веселых буквы, кабачек ловить. Есть такое, есть такое, не без этого. Вообще, хотела рассказать, а, почему провалялась, почему так хочется иногда проваляться, вот вчера, вчера... Так вот, эти вот ночные бдения... Так это по-другому, как сказать, бдения. Вот эти вот ночные бдения, конечно, ну, уже все, уже мозг уже спит, засыпает, уже куда-то просто проваливается. А, поехали! Поехали, поехали, поехали! Поехали! Вот так вот. Тут мерч, и поэтому я рванула вперед, чтобы выйти мне на мою дорожку. Тут дорога сужается, называется мерч. Тут бессонница, это дурацкий... И все хочу, все хочу записать. Вот возьмусь обязательно, для себя любимой, а там уже кому-то, если понравится, пожалуйста, пользуйтесь. Хочу записать сама себе вот эти все установки шепотом, что какая я красивая, какая я счастливая, какая я здоровая, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, как все здорово, как все прекрасно в этом мире. И вообще, какое счастье, что я есть, и какое счастье, что у мира есть я. Вот нечто в этом роде, хочу что-то вот поставить в ухо и заснуть. Там написано, например, супер-релаксэйшн музыка. Музыка, самое... Начинает, там такое пианино, бум-бум-бум-бум. Ну как, ну что-то за релаксэйшн, ну что-то за релакс. То есть я до сих пор не нашла такого, слушаешь, что-то мягкое-мягкое, что-то неземное. То есть я пока не нашла ничего, чтобы можно было вставить в ухо, и с помощью чего-то можно было красиво, так легко, так плавно, так уйти в сут. Не нашла. И вот решила спасение утопающих делать, делаю рук самих утопающих. И решила сама это сделать. Давно решила, но никак у меня до этого руки не доходят, ноги не доходят. Постоянно вот так вот, столько всего в голове. И я даже пыталась записывать, я даже записываю, а потом через год нахожу запись, ну что-то вообще было. То есть я не... Если я записываю, значит, что записываешь, что не записываешь. Что пушил, что радио слушал. Однофикс, блин, не получается. У меня не получается наладить там... Я всегда была против расписания, я всегда была против того, что вот... Как я много раз говорила, назначить себе там опоймен куда-то пойти для меня, это хуже, это хуже, я не знаю, всего на свете. Я живу без расписания. Понятное дело, когда работала, мне приходилось там ездить по судам, мне приходилось там приходить на работу, да. Ну, когда много лет назад я бросила это дурное дело работать, я поняла, как здорово вообще жить на этом свете без всяких ограничений, не ставя себе никаких целей, абсолютно бесцельное существование. Это, наверное, и самое классное. Вот сегодня я проснулась в таком настроении, мне сегодня захотелось нарисовать вот так брови домиком. А, домиком брови вперед! Значит, в путешествие, вперед на путешествие. Тут мне захотелось, встала утром в настроение такое, ага, нарисовала брови луной. Луной? Значит, что-то пойдем шопинговать или что-то в этом роде. То есть все зависит от настроения, когда ты утром проснешься. Ладно, опять ушла в сторону. Непонятно, что вообще, о чем говорить. И еще самое главное, хотела, хотела очень сильно всех поблагодарить. Я даже не ожидала, что будет так много отзывов. Девчоночки мои, родненькие, миленькие, любименькие мои, мальчишечки мои, золотые, родные. Мне так нравится, как сам Вэл говорит, мои любимые, мои редние. И как он это говорит с такой душой, я тоже буду пробовать так говорить, потому что это трогает. Вот он говорит моей любимой, моей редней. И я вот чувствую, что это он говорит лично мне. И каждый из вас чувствует, что это он говорит лично ему. Вот настолько, настолько притягательный человек, настолько сила слова его, настолько много тепла в его словах. И я тоже говорю, родненькие мои, миленькие мои, ненаглядные мои. Громадное, просто пригромадное спасибо за поддержку. Вот честно, я даже хотела, я когда размещала видео, посмотрела, там какой-то у меня язык получился не очень, какие-то слова подобраны не очень. Я вообще замечаю, что я частенько, частенько не могу найти какое-то нужное слово. И там где-то, где-то там, где-то там, ну бывают какие-то замешки, какие-то не так сказала, не так, бывает, сама на себя смотришь, и все-таки вот этот внутренний критик, он во мне еще есть. И он начинает критиковать, не надо это вставлять, потому что это неправильно, это нехорошо, но есть, есть. Критик он еще живой, и он даже, скорее всего, не один этот критик долбанный, будь он не ладен, ну ладно, без этого тоже нельзя. И после того, как я выставила это видео, я получила просто массу, 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 один или два плохих комментария были, причем не сильно плохие, но такие какие-то непонятные. А вообще на меня просто обрушилось море какой-то, какой-то великолепной такой, горячей такой энергетики вашей любви, и в каждом, в каждом слове чувствовалось, чувствовалось просто безумно, как это любовь, и вот это настолько трогает, я же говорю, что я чувствую человека даже по комментарию. Я читаю комментарии, не зная человека. Кстати, спасибо громадное многим, многие разместили свои фотографии, и я могу видеть, допустим, это Наташа, это Света, там, это Игорь, я могу видеть ваши лица, читая ваши комментарии. Очень бы хотелось, чтобы все остальные, кто вот, кто постоянно со мной, хотелось бы видеть ваши лица. Пожалуйста, это несложно, это несложно вставить свой фотограф. И берите те, но опять же, хотите делайте, хотите не делайте, это не, это... Перескакиваясь одно на другое, хочется все быстрее сказать. Так вот, по поводу Самвэла, по поводу того, как он, да, я уже это сказала. Спасибо, Самвэльчик вообще человек просто потрясающий. Ну, невероятная душа человека это чувствуется. Я прочувствовала сразу, вот с первого мгновения. Я когда только открыла видео, впервые увидела его, как он что-то говорил, я прочувствовала вот эту глубину его души сразу. Собственно, так же, как я прочувствовала Марину. Вот у меня на сегодня два человека, кто настолько мне дороги, вот я даже не могу передать, как они мне дороги. Вот Марина с ее семьей, Самвэл, не знаю, они мне просто, они мне просто вот, ну, сказать родные, у нас родственных связей нет. Мы никогда не встречались. Ну, вот что-то такое передается через камеру компьютера. Что-то такое передается, просто я чувствую, что у нас уже позавязывались узелочки. Узелок завяжется, узелок развяжется. Так что узелочки завязаны очень крепкие. Просто вот люди стали очень-очень дорогими. Я стала говорить о том, что я чувствую, я вот чувствую силу любви, силу признательности какой-то, силу мысли, силу души, чистоту, доброту души я чувствую. Я чувствую через камеру, через скрин, через интернет, через компьютер. И когда, кстати, хочу сказать, когда Самвэл раскрывал посылку из Швеции, по-моему, последняя посылка была, ой, Леночка, Лена, 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 ой, не помню, вот не помню. Вот, и когда он читал эти записочки написанные, там она на каждом этом прицепила записочку перевод русского языка. От нее так пахнуло теплом, надо мне обязательно ее найти и вообще как-то с ней связаться. От нее, вот не от нее так пахнуло теплом, вот каким-то вот, вот, я человека вообще в глаза никогда не видела. Я даже не знала, что она существует на свете. И когда Самвэл стал открывать ее посылку, и когда стал читать вот эти вот что-то, как это все аккуратно было уложено. Вот просто в посылке, вот она прислала посылку доброты. Вот полная посылка была наполнена, кроме того, что она была наполнена там, ну, маечками там все, это все не считается. Считается то, что там она послала вот этот, вот этот какой-то вот добрый такой, я не знаю, вот какой-то вот, я почувствовала через, через, через экран, я почувствовала вот этот, вот этот мощный, мощный поток доброты от этой, от этой девочки. Ну, собственно, как и вот все другие девчонки, которые отправляют тоже посылки, я просто, почему-то я стала говорить про последнюю посылку, хотя я смотрю все посылки, которые приходят. Самвэл, он радуется, как ребенок, вообще, настолько, настолько откровенно, настолько чисто, настолько просто он все это принимает, вот, честно, я бы так и смогла. Он молодец, он умничка, он такой умничка-разумничка. Ха-ха, пошла по Самвэлу ты, хотела, хотела проверить, и снова пошла по, не могу от него оторваться. Самвэльчик, боже, ты моя птичка, как, как ты здорово. Театр одного актера, Таня, Таня и Серега. Я хочу сказать, что, да, понятно, что ты, как ребенок, был обижен этого Серегу, там, ну, там, выпивал, там, когда-то подзатыльник отдавал, да, но все равно чувствуется, вот из твоих этих маленьких постановочек чувствуется, что все-таки там была в нем душа определенная в этом Сереге, и не зря мамка с ним жила, хоть он и пил. Все равно в нем он был хороший, все равно в нем что-то было такое доброе и хорошее. Таню, Таню, такой школьный. Боже, ну, Самвэль просто, конечно, просто, просто невероятный. Сказать, артист, актер, кто? Невероятный человек, невероятная душа, конечно, это нечего. Ну, как, а Марина, боже, а ее Врунова? Жалко, что она так Вруновой перестала выпускать, перестала делать Врунова. Это Врунова, это же вообще, это тоже. Вот два супер-артиста, или сказать, актер, артиста, Марина и Самвэль. Вот такие слитки просто золотые, два человека, как их до сих пор телевидение не заметила, как их до сих пор никуда не пригласили на большую сцену, я не знаю. Там у каждого уже, у каждого готов свой номер. Все, выходи, выступай, и просто люди будут до безумия благодарны. Не знаю, почему до сих пор их не заметят. Странно. Заметят рано или поздно. Итак, я подъезжаю уже к Маргариткиному дому, небо плачет, небо плачет. Такое настроение, а опять же, опять же, про то, что я провалялась вчера целый день. Провалялась, поздно встала. Ага, начало с того, что поздно встала, потому что поздно легла. Ушла на бессонницу и забыла дальше. Итак, я вчера поздно очень встала, почти в 11, не почти, а почти в 12 я вчера встала. Тоже мы с Маргариткой должны были встретиться. Я звоню, Маргарита, давай я уже буду дома сегодня, потому что вот такое. Я еще не выспалась. И как завалилась, божечки мои, с книжечкой, с семечками. Муж ходит, у тебя все нормально, ты в порядке. Я говорю, да всегда в порядке, потому что он, чтобы я вот так вот дома валялась целый день. Он вообще возле меня ходил, ты не заболела, что у тебя что-то случилось. Я говорю, да ничего не случилось, все хорошо. Он вообще, ну я могу полежать там 20 минут, час, почитать книжку, но вот так, чтобы целый день. Потом мы с ним стали смотреть Наташа, 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 ой, как же ее фамилия. Мы с ней ездили, вот два дня назад мы с Наташей и Салой ездили осваивать новый этот трейн, трейн, сан-рэйл в Орландо. Квик, Квик, Наталья Квик. Она у меня, Наталья Квик. Она мне, она мне когда-то, мы с ней встречались на Масленице, она говорит, люди, они могут отойти от нас. Смотрю этот шарк-танк, шарк-танк, это шарк, это акула, тэнк, это как бы акула в бочке, вот так можно сказать. Собираются пять человек миллионеров, которые стали миллионерами, придумывая что-то. Какую-то фигнюшку придумал, запустил производство, стал миллионером. Вот такие вот люди. И вот они собирают людей, кто приносит им какие-то идеи, и говорит, допустим, кто-то приходит и говорит, вот я там, допустим, делаю то-то-то, как какой-то мужчина придумал магнитик, магнитик сюда как-то цепляется, и этот магнитик, ты снимаешь очки, намагничиваешь, что эти очки снял, раз, примагнитил, они у тебя здесь висят. И вот, допустим, он говорит, я хочу 30%, я продаю свои 30% от моей фирмы, нам, допустим, за 100 тысяч долларов. К примеру, они смотрят нам, что он придумал, как это действует, все это, прочее, прочее. И вот, я раньше когда-то смотрела эту передачу, но особо я, так, ага, все, здесь, ориентируй меня, грузовик он станет, все мне поворачивать. А, ну какая же красота, ну какая же красота. Это просто, ну это вообще невероятно, как раз въезд в комьюнити. Ладно, сейчас, сейчас я переблю, если кто-то едет сзади. И вот она мне, ой, говорит, Люда, не могу ночами спать, потому что это, думаю, надо тоже что-то придумать. Я слушаю, да, Наташа, надо что-то придумать. И вот мы с ней там, тря-ля-ля, тря-рубля, и встретились опять, и мы стали с мужем смотреть этот шарик-тянг, и смотрим-смотрим, и я говорю, ой, а как же они упаковывать? Он говорит, да вопросов нет. Женщина как-то стала делать печенье и упаковка, а у меня спрашивают, где вы пакуете все? И для меня это просто, я опять открыла для себя Америку, у меня снова такие глаза были. Я мужу говорю, почему ты до сих пор мне об этом не сказал? Мы давно уже были миллионерами. Оказывается, здесь в Америке есть такое понятие, как коупакер. Коупакер, ко, это совместно, совместно как бы. То есть есть специальные фирмы, которые запакуют ваш любой товар, любой. Будь это товар, крем какой-то, будь это какая-то вода, будь это какие-то пирожки, пирожные, все что угодно. Платье, одежда, все что... Короче говоря, паковать могут в бутылки, в пластик, могут паковать в газету, в бумагу, во что угодно. И оказывается, эта женщина стала дома делать вот эти кренделя какие-то, опускать их в шоколад, и стала паковать такие пластиковые, такие красивые, просто пластиковые такие трубы, вот такие вот, там какие-то цветочки нарисованы. И она их стала сдавать, ну, неважно куда, в магазине. И главное, что еще интересно, что магазины местные, вот эти Walmart, даже Walmart, они берут от населения продукцию, и если они заинтересовались, если продукция пошла, они делают заказ там на миллионы долларов. То есть миллионером можно стать вот так вот, я никого не заметил, но надо было его пропустить. Я подлюгаю, прости, пожалуйста. Короче, я так интересная, я такая, аааа. И вот сейчас, о чем я сейчас думаю, я сейчас думаю о том, что найти, надо найти что-то такое, чтобы запаковывать, чтобы оно было маленькое, чтобы я сама руками ничего не делала. Я уже думала, киреешки, в России были киреешки, ну, в Украине тоже продавались эти киреешки, такие маленькие упаковочки, в русском магазине есть, да. Но в американских магазинах киреешек нет. Но опять-таки, чтобы продавать эти киреешки здесь, к примеру, ну, нечто подобное, это надо брать эти батоны, надо сушить хлеб, резать, нет. Я хочу что-то такое найти, что-то такое найти, чтобы ничего не делать, просто перепаковать что-то во что-то И чтобы это получилось чем-то, если у кого-то есть какие-то идеи, пожалуйста, я с удовольствием. Если 10% обеспечено. Короче говоря, еще раз поразилась Америка, еще раз поразилась, что... И муж говорит, да почему до сих пор не стану миллионером? Он говорит, давай, вот, пожалуйста, у тебя все в руках. Вот, хожу сейчас, вот, хожу, сейчас хожу по магазинам, по всем магазинам, хожу, смотрю, где что, как запаковано. Так, это моя улица. Да, это моя улица. Все, я приехала к Маргаритке, расскажу потом. Но интересно, конечно, очень-очень-очень, очень интересно. Перевернула весь уже YouTube. Все перевернула, что где как, что новенькое, что не новенькое. Все эти идеи понабрала себе уже. Уже чего только не насмотрелась. И начинаешь искать одно, находишь на другое, выходишь на третье, а потом все равно выходишь на еду. Я бы такой торт нашла. Обалденные изманки, буду делать куратушки. Пока-пока. 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 Пока-пока.